Созданием Евразийского экономического союза перерабатывающие предприятия Североказахстанской области рассчитывают на расширение производств. К примеру, в макаронно-мельничном комплексе села Явленко уже запланировали модернизацию. Это один из успешных инновационных заводов региона, продукция которого всего за несколько лет завоевала рынки стран Средней Азии. А в планах покорить покупателей и в России, и в Беларуси. Материал Нургуля Хметовой. Макаронно-мельничный комплекс в селе Явленко запустили 4 года назад. Местные аграрии решили заняться переработкой своей сельхозпродукции. Предприятие включили в карту индустриализации. Здесь производят муку и 12 видов макарон. Возможность трудоустроиться получили сразу 200 человек. Заказов очень много. У нас непрерывочно идет. Руплата у нас сейчас позволяет хорошо жить народу, населению. Хорошо, что у нас вот такие небольшие в принципе деревни открывают такое производство. И проверяем воду. Вот, она зеленого цвета. На предприятии есть своя лаборатория. Здесь постоянно следят за качеством сырья. Используется передовой метод очистки воды – обратный осмос. Удаляются бактерии, вирусы, нитраты и вообще все вредные вещества, говорят специалисты. Вода очищается химическими составами у нас. И проверяется также. На очищенность. И она потом поступает на нас на макаронку. Своё место на рынке предприятие завоевывает не только качеством продукции, но и ценой. Местные макароны довольно дешёвые, потому что сырьё собственное. 70% товаров экспортируют в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. В планах покорить российских потребителей. Предприниматели возлагают надежды на Евразийский экономический союз. Этот огромный рынок, он для нас. У нас сейчас работы, что называется, непочатый край. Мы осваиваем новые. То есть у нас всё для этого есть. То есть только работать, нам только работать. Созданы все условия. Это замечательная идея. И вообще она уже притворяется в жизнь. И люди действительно видят все плюсы этого проекта. В преддверии экономической интеграции бизнесмены решили модернизировать своё предприятие. На макаронной фабрике планируют установить автоматическую линию, которая позволит выпускать тонну продукции в час. Нургуль Ахметова, Туля Ген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Североказахстанская область.